Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья. Как обычно, я рассказываю об улучшении качества жизни. И сегодня мы поговорим о самом важном вопросе. Этот вопрос, кто я? Я уверен, что каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался об этом. Люди, которые занимаются духовным ростом, поиском, задумываются об этом все чаще и счастье. И в какой-то момент, когда у человека меняется его осознание, то человек понимает в действительности, кто он на самом деле. То есть не просто аналитически, а в результате медитации, в результате озарения. Потому что сколько бы человек не отвечал просто на вопрос, кто я, он может называть какие-то свои роли, бытийности, то, кем он чувствует себя в жизни, свою профессию, имя. Но на самом деле получается, чтобы понять себя, важно заглянуть глубоко внутрь себя. А это можно сделать либо с помощью медитации, либо с помощью процессинга, либо какой-то другой практики, которая действительно позволяет побыть самим собой и углубиться в самое ядро, в самое, так сказать, внутреннее, самое такое сакральное. И тогда действительно человек понимает это не как просто слова, а как состояние. То есть состояние, оно у каждого может быть разным, но, скажем, если проанализировать уже потом эти состояния, то они, вот у каждого человека есть что-то общее в тех состояниях, которые он получает. Это может быть состояние любви, невесомости, счастья, пустотности, наполненности. И в этих состояниях человек чувствует, что он нечто большее, чем просто тело или ум. Это состояние осознанности. И в этом состоянии осознанности человек понимает, что он – это духовное существо или осознание. И когда человек действительно понял это, у него меняется жизнь, потому что он уже понимает, что те привязки, которые были у него к материальным вещам, они просто отпадают. То есть ему не нужно как-то себя подавлять или настраивать. Он действительно становится самим собой. То есть стать самим собой – это не стать умом или не стать именем. Это в действительности вернуть себе вот это состояние осознания, осознанности. То есть когда человек может быть в настоящем времени, здесь и сейчас, в состоянии медитации. И наблюдать за своим умом, за своим телом, то есть понимать все, что с ним происходит. Вот именно этому я, можно сказать, и учу. Даже не учу, а направляю к этому. Потому что я не учитель и не гуру, а я проводник, который помогает, скажем так, достичь состояния осознанности и счастья. И помогаю я это сделать с помощью процессинга. То есть процессинг – это практика, которая позволяет заглянуть внутрь, найти там те вещи, которые у человека накопились, такие негативные, скажем так, заряды, которые человека уводят от себя, уводят от настоящего состояния, чтобы он был здесь и сейчас. И исцелить их, то есть уладить, удалить путем их воспроизведения. Потому что точная копия воспроизведения позволяет справиться с этим. И это уходит, уходит само собой. То есть там не надо больше, ну скажем так, создавать какие-то даже позитивные образы. Это естественное состояние. Состояние исцеления и состояние счастья, оно естественно для человека. И поэтому получается, что когда человек становится самим собой, у него естественным образом уходит то, что ему мешало. Да, с кем-то это происходит, бывает быстро, спонтанно. У кому-то нужно более долгое время. То есть постепенный процесс, он защищает человека от таких, ну скажем так, спонтанных быстрых изменений. Потому что когда быстро и спонтанно, это может быть неожиданно для человека, и он может не всегда быть готов. Вот и поэтому я постепенно подготавливаю человека, шаг за шагом провожу его по пути, по мосту к полной свободе. И человек достигает состояния осознанности, радости, счастья. И действительно становится в полной мере самим собой, то есть духовным существом, осознанием. И он четко знает это на основе собственного состояния знания. И конечно же ему не нужно что-то доказывать ни себе, ни другому. Так же, как и я никому ничего не доказываю. Я просто предлагаю попробовать. Поэтому если у вас, друзья, есть желание попробовать, и действительно есть желание стать самим собой, стать осознанным, то вы пишите мне в личные сообщения или в комментариях под этим видео. Все мои контакты я даю в описании, я открыт к общению. Поэтому на самом деле я предлагаю каждому попробовать. То есть попробовать новый опыт. И у кого есть действительно достаточно решительности, достаточно вот этой уверенности, намерения, то это будет, я уверен, самым правильным решением. Просто испытать это, попробовать на себе и действительно почувствовать, что такое быть осознанным, что такое быть самим собой. Вот, и конечно же, если это видео вам понравилось, то ставьте нравится, подписывайтесь на мой канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. А колокольчик для напоминаний, чтобы вы знали о тех видео новых, которые выходят на моем канале. Я их записываю практически каждый день. А по средам в 19.00 провожу прямой эфир, где рассказываю более подробно о процессинге счастья, об улучшении качества жизни и о том, как менять свою осознанность. Вот, на этом на сегодня все. Я всем желаю здравия, гармонии и до скорой встречи.